Зачем игры лезут в политику? Или наоборот, зачем политика лезет в игры? Ладно, кто там в кого лезет – их дело, а мы, игроки, вынуждены жить с результатом. Из-за неугодных какому-нибудь царьку политических или не очень высказываний игры нещадно цензурят или вовсе запрещают в отдельных регионах. Из этого раздувают настоящие скандалы и лишний раз используют в информационной войне против игр. Всем привет, с вами канал IGM, и сегодня мы разберемся, как игры и политика влияют друг на друга. В прошлом году в интервью журналу Edge дизайнер Cyberpunk 2077 Патрик Миллс возмутился по поводу того, что разработчики стараются обходить политику стороной, игнорируя сложные политические темы. В них кроется огромный потенциал для историй, и создатели Cyberpunk 2077, по словам Миллса, хотят превратить свою игру в так называемую политическую франшизу. Звучит одновременно безумно, интересно и пугающе, но что у них в самом деле выйдет, мы увидим только осенью. А пока лучше разберемся, действительно ли столкновения политиков и геймдевы так уж редки, и с чего началась история их общения. В первый раз политика встретилась с играми в самом рассвете истории знаменитой Atari. При этом политика полезла первая. В 1972 году компания только обживала рынок видеоигр, распространяя игровые автоматы Pong. Заказов было много, автоматы сначала собирали в офисе Atari, но вскоре места денег и ресурсов стало не хватать. Автоматы хотели все. Тогда основатель Atari Нолан Бушнелл решил, что пришло время поставить Pong на конвейер. Однако все банки Нью-Йорка отказывали компании из-за политики властей по отношению к игровым автоматам. Она работала аж до 1976 года, а была начата ещё в 40-х. Тогдашний мэр города Фьорелло Ла Гвардия добился запрета пинбольных автоматов на законодательном уровне, приравняв их к азартным играм. Фьорелло считал, что они созданы, чтобы облапошивать школьников и оставлять их без денег на завтраки. После решения суда Бронкса, нью-йоркские копы принялись устраивать рейды по городу, уничтожая автоматы тысячами. Сам же Ла Гвардия так обрадовался, что созвал пресс-конференцию возле реки и сбросил пинбольный автомат прямо в Эст-Ривер. Всё это привело к тому, что в обществе сформировалось негативное представление об игровых автоматах. Пинбол, не пинбол, никто не разбирался, зарождающаяся культура аркадных автоматов тоже попадала под раздачу. В конце концов, это коснулось даже Атари. В результате Бушнелл только чудом уговорил банку Уэл-Фарго дать компании 50 тысяч долларов на производство 150 автоматов Понк. А в 1976 году 26-летний редактор журнала GQ и лучший игрок в пинбол Роджер Шарп, наконец доказал в суде Манхэттена, что пинбол – игра, основанная на умении, а не на удаче, как азартные игры. Шарп показал свои навыки в игре, впечатлил суд и пинбол снова легализовали. В общем, политики первыми вставили геймдеву палки в колёса так, что тот не пожелал оставаться в долгу. В 1982-м вышел первый политический симулятор в истории – Диктатор. Он был создан Доном Присли и выпущен компанией BugBite для Sinclair ZX81. Ладно, на самом деле создателю игры было пофиг на тот эпизод с Атари. Он просто хотел сделать игру, в которой вы могли бы управлять вымышленной банановой республикой с помощью политических решений и стать самым лучшим, худшим диктатором в мире. Но ваше правление не продлится долго, потому что срок президентства ограничен, в конце концов диктатора или свергнут революционные силы, или совершат покушение. Успешно. В целом пресса приняла игру благосклонно, отметив юмор и низкий порог вхождения. Политическим фигурам всех сортов на игру было наплевать. И хорошо, у них ещё представится возможность отыграться. Ведь в 1992 году Midway Games выпустит первую часть легендарной Mortal Kombat. И помимо всеобщих волнений по поводу беспрецедентной для геймдева 90-х жестокости, игра по случайности вызвала и гнев сильных мира сего. Дело в том, что сын Билла Андерсона попросил купить ему Mortal Kombat. Когда отец увидел, во что играется его чад, он был очень потрясён и взволнован. Так уж вышло, что Андерсон на тот момент работал руководителем аппарата сенатора Коннектикута Джо Либермана. Он показал игру своему начальнику, и тот под впечатлением собрал 1 декабря 1993 года в Вашингтонский пресс-корпус, чтобы разоблачить видеоигры. Они, по его мнению, оказывали разрушительное влияние на молодые умы. Он показал самые жестокие эпизоды в Mortal Kombat и Night Trap, и объявил о своём намерении ввести в игровую индустрию возрастные рейтинги. Джон Тобес, один из разработчиков Mortal Kombat, считал, что этот праведный гнев не искренен, а видеоигры просто сделали козлом отпущение. Но, невзирая на его мнение, Либерман протолкнул идею с возрастными рейтингами, и в течение полугода они были созданы. Одно из первых рейтинг получила сама Mortal Kombat. Ей присвоили Мэйча, который означал, что продажа игры несовершеннолетним незаконна. И пусть система рейтингов – дело правильное, и мы её поддерживаем, раздутый сенатором скандал в очередной раз ударил по репутации видеоигр. А сам Либерман остался не только в истории, но и в пасхалках в угнетаемой импостол. Он несколько раз упоминался в разговорах во второй части игры, а также был в ней одним из кандидатов на выборах. История с демонизацией компьютерных игр приобрела новый виток 20 апреля 1999 года. Тогда произошёл массовый расстрел учащихся и работников старшей школы Колумбайн. В результате погибло 15 человек, а ранены – 23. Американская общественность требовала наказать виновных, но поскольку преступники в ходе задержания покончили с собой, то роль козла отпущения в который раз досталась видеоиграм. «Шо? Опять?» Ну и музыки в придачу. СМИ стали муссировать идеи о том, что школьников на совершение преступления подтолкнула мясная, жестокая и морально разлагающая «Дум». Родители стали массово обращаться в комитеты и в конце концов продажу игры запретили. Со временем ситуация решилась, игра вернулась на полки магазинов и даже избавилась от излишнего внимания цензоров, а вот стереотип о вреде видеоигр закрепился. А геймеры стали с пренебрежением относиться к подобным новостям. С презрением к политическим лицам, которые начинали в очередной раз муссировать эту старую как мир историю или как-либо ограничивать игры. Так что в конце концов некоторые кандидаты на разные руководящие должности стали использовать своё увлечение видеоиграми, чтобы привлечь внимание. В России подобный приём в ходе избирательной кампании на пост мэра Москвы в 2013 году использовал Навальный. В интервью Коноба он отметил, что «Видеоигры – это совершенно замечательные, я жалею только о том, что у меня недостаточно времени для того, чтобы в них играть». В целом интервью приняли положительно, потому что речь шла в нём именно об играх, а не о политической обстановке. Это делало кандидата более человечным и понятным. Такой же приём был использован в ходе президентских выборов в США в 2008 году. Тогда кандидат и будущий президент Барак Обама в ходе нескольких интервью признался, что ему нравится играть в видеоигры вместе со своими дочерьми. Кроме того, в ходе избирательной кампании Обамы штабом кандидата были выкуплены права на агитацию и политическую рекламу в играх. Пользователи сервиса Xbox Live из десяти штатов получали рассылки от предвыборного штаба Обамы с просьбой поучаствовать в выборах президента США. Кроме помощи в предвыборной кампании, видеоигры могут подсобить и в обеспечении безопасности отчизны. Впервые взять компьютерные игры на государственную службу попробовали американские военные. В 1981 году Минобороны США заказал у Atari военный симулятор на основе популярной в те времена игры Battlezone. Так получилось The Bradley Trainer – симулятор стрелка БМП М2 Bradley. Как игра, он не представлял особенной ценности, но был точным тренажёром, воспроизводящим элементы управления БМП, а также обучал использованию оптики, смене патронов и работе с лазерным прицеливанием. Ожидаемо, что Bradley Trainer не стали выпускать серийно, было создано всего два игровых автомата. Ну а в 90-х на волне популярности Doom для солдат создали модификацию Marine Doom, в которой налегли на реализм. Переполненные монстрами коридоры заменили полигоном с домиками, колючей проволокой и позициями для стрельбы. Урезание бюджета армии США всё чаще провоцировало перенести учения в виртуальное пространство и поддержать сегмент подобных игр. Сейчас порядка 70% всех американских спецназовцев проходят подготовку на виртуальном полигоне LVS – Laser Shot Virtual Shot House – военной базы Fort Bragg. По сути, это игра с настоящим оружием, патронами и взрывчаткой, но виртуальными жертвами. Она совмещает в себе тир и обучающий симулятор. Десятки компьютеров транслируют изображения на стены полигона, просчитывают траекторию снарядов и наделяют мишени искусственным интеллектом. Всё это максимально приближает учения к реальным боевым условиям. Неписи даже могут ударить или выстрелить в зазевавшегося солдата. Специальное устройство в спецкостюме стукнет по месту попадания. У LVS есть гражданский аналог VAE – Virtual Army Experience, с помощью которого американское правительство завлекает молодёжь на военную службу. Зомби-студио возит по стране огромный караван с оборудованием и собирает гигантские очереди перед своим павильоном. В нём нельзя пострелять реальными патронами, но зато в ассортименте VAE имеются шесть тренажёров на базе настоящих армейских джипов Humvee и две полноразмерные копии вертолёта UH-60 Black Hawk. Инструктаж от реальных солдат готовит участников к их виртуальному приключению, а специальные агитационные ролики рассказывают о военной службе и славной истории армии США. Но это не мешало лишний раз поднимать бучи. Историю с Hot Coffee и утверждением Хилари Клинтон о том, что игры развивают жестокое поведение, каннибализм, плохое отношение к женщинам и снижают IQ, знает каждый геймер. Ещё одним борцом с видеоиграми стал депутат британской палаты общин Кейт Васс. После того, как в 2004 году был убит 14-летний мальчик, политик обвинил во всех грехах игру Manhunt. Полиция провела расследование и обнаружила, что игра принадлежала жертве, а не нападавшему. В 2005-м тот же Кейт Васс напал на Булли, сказав, что она учит детей плохому поведению. Также, когда в 2010-м в Мальме объявился серийный стрелок, Васс обвинил в этом игру Counter-Strike. Забавно, что в 2016-м этот же борец за справедливость подал в отставку из-за очень пикантного скандала. Бросался на видеоигры и Дональд Трамп. В 2018-м году во Флориде школьник открыл стрельбу по ученикам, убив около 17 человек. Виновными, по мнению Трампа, снова стали видеоигры, которые своей жестокостью подтолкнули парня на преступление. Трамп собрал на совещание представителей игровых компаний и провёл с ними увещевательную беседу. Она больше ни во что не вылилась, но Дональд хотя бы побывал в тренде. В тренд в связи с политическими скандалами регулярно выходит игра Call of Duty. Но не до конца понятно, это у них рекламная компания такая или какой-то сговор гильдии масонов. Про миссию ни слова по-русски из Modern Warfare 2 не надо говорить ни слова. Вы и так всё знаете. А в 2014-м экс-диктатор Панамы Мануэль Нарьего подал в суд на создателей Call of Duty Black Ops 2 прямо из тюрьмы. Он узнал себя в одном из отрицательных персонажей. В игре некий Мануэль Нарьего отказался от сделки с ЦРУ, предал основных игровых персонажей, и после этого без разбора расстрелял сотрудников его собственной полиции, армии Панамы. Нарьего потребовал возмещения ущерба от компании Activision Blizzard за то, что в Black Ops 2 появляется персонаж с его именем и внешностью, который ведёт себя как, цитата, «похититель, убийца и враг государства». Также его возмутило, что никто не спросил у него, хочет ли он стать персонажем игры. В сети долго шутили над тем, что Панамская тюрьма предоставляет заключённым доступ к недостаточно свежим играм. Ко времени подачи иска Нарьего и Black Ops вышел уже как два года. Впрочем, суд всё равно отклонил заявление диктатора. Ну а в прошлом году разгорелся новый скандал – School of Duty Modern Warfare, которую разгромили на РЕН-ТВ и России 24, и так и не выпустили в русском PlayStation Store. Несмотря на всю эту охоту на ведьм, можно с уверенностью сказать, что игры необходимы политике. Они могут служить инструментом для трансляции или объектом для разных реакций и мнений. Что сейчас не скажет какой-нибудь политик об играх, на это обязательно отреагирует огромное геймерское сообщество. И такую двойную корову… Дой… Почему двойную корову-то? Она дойная же. И такую дойную корову политика терять не хочет. Некоторые исследования… Да, на тему политики видеоигр есть даже отдельные исследования… Утверждают, что компьютерные игры как элемент массовой культуры могут быть использованы в качестве средства влияния на политический выбор граждан. Но игр, которые этим занимаются, на самом деле не так уж много. Это уже упомянутая Call of Duty и любой милитари-шутер, созданный по тем же лекалам. Кроме очевидных политических отсылок, игры могут содержать и какие-то идеи или критику. Например, первая часть Bioshock не принимает либертарианство и философские идеи американской писательницы Айн Рент. А в Bioshock Infinite критикуются ультраправые и ультралевые политические движения. Массовость видеоигр дарит разработчикам огромную аудиторию, на которую они могут вещать свою идеологию и политические взгляды. И в будущем политики, возможно, опомнятся и станут это как-то использовать в своих играх. Пусть даже открыто это делать никто не позволит, а геймеры тут же схватятся за вилы. Но ведь вы сами знаете не один пример про политических фильмов, книг и даже музыкальных групп. А вот вопрос, нужна ли политика, самим играм остаётся открытым. Да, это кладезь идей для сюжетов. На приплетениях, политическом юморе и просто невинных отсылках строятся целые жанры. Выпускаются такие прекрасные и остросоциальные проекты, как Papers, Please, Do Not Feed The Monkeys, Beholder, Headliners, Novi News и The Westport Independent. Ведь политическая обстановка – это часть реальности, в которой мы живём, и каждому есть что про это сказать. Но политики всех сортов так усердно вставляли палки в колёса геймдеву с самого его рождения, что иногда задумываешься, а стоит ли оно того? И отстанет ли политика от игр, если игры перестанут трогать этот улей? Поделитесь вашим мнением в комментариях. Не забывайте ставить лайк, подписываться на канал, шевелить колокольчик, а также присоединяться к нашему серверу в Дискорде, чтобы не пропустить новые ролики от iGEM. Скоро услышимся! Субтитры создавал DimaTorzok